Всем здорова! Сегодня бум-стрейд на фасткап 50-50, Call for Hell против 5 гномов, 1-4, сейчас посмотрим, расскажу про команду немного, как всегда. Ну-ка, где они? А я слышу, там уже Тренд куда-то заехал. Ну так, вот, смотрим на Call for Hell. У них 44 победы, 20 на поражение аматора команда. Где играли их турнирчики? Играли фасткапы, викендкапы. Ну да, как обычно. Ну посмотрим тогда на 5 гномов. У них 38 побед, 23 поражения. Тоже аматоры команды играли на фасткапах. Только на фасткапах играли, в викиндкапах не участвовали. Окей. Так, браузер пока. Смотрим на пике. Ну, Тренд Протектор первым пиком у Call for Hell. И баны, в общем-то, стандартные. Ну да, забанили аппарат, а вот это забанили Dazzle. Ну окей. О, точнее, забанили. Да, забанили аппарат, потом забанили Dazzle. Дизраптор. Ещё нужно что-нибудь к Дизраптору, чтобы что-нибудь кидать в Статик Филд. Либо просто будет Дизраптор сам по себе напрягать, как-то кого-нибудь укатывать, когда кто-нибудь прибежит. И Вич Доктор. Ну да, вот, собственно, в комбузе с Дизраптором заезжает. Чтобы было что-то кидать в Статик Шторм, когда он накроет. Ну чё, смотрим, что дальше по пикам будет. Call for Hell должен как-то это переконтрить, потому что, если вас будут накрывать ОЕ Сайленсом, и вас 3 минуты, 3 секунды будет бить Ульта Вич Доктора, то мало кто это выживет. Переживёт, точнее. После такого выживет. Наверное, музыку надо потише. Так вот. Опа. Я не знаю, вообще, наверное, она сейчас очень тихо, но просто я не сильно шарил пока с ней. Я думаю, сейчас посмотрю по-быстрому, как она на стриме, и вернусь через секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, ладно, пусть 60 будет, чтобы она вообще вам не мешала. И... Да, тоже, сама игра будет потише. Так, уберут в то время Call for Hell Phantom Assassin. Может быть, это будет Solo Mid Phantom, как уже многие показывали нам. Может быть, просто фармить. Ну и что? Сейчас вторая стадия пиков началась, вторая стадия банов прошла, сами видите, и всё, да, они хотят какое-то массовое E видеть. Call for Hell они банят, Вейда банят. Магнуса, чтобы вообще никак их не могли поймать. Ну и, да, и как бы воет жестко контрит фантомку, все знают, что под куполом у него нету мясов никаких, и он всегда будет попадать. Ну что, пики-то будут? Блин, музыка-то какая. Надо, наверное, следующую врубить. Тут какая-то со стадиона, блин. Понакачал всякой фигней. Теперь сам еще от нее избавляюсь. Молодец. Ладно, смотрим. Пять гномов пока думают. Такая прикольненькая у них аватарка. Подходящая к названию. Ну и что? Нужен, наверное, ну любой, кроме саппортов, да? Потому что два саппорта уже есть. Ну, я бы делал музыку вместе с игрой на одном уровне, но просто знаете что? Короче, у меня такие наушнички, они не позволяют делать так, потому что у меня на единичку стоит громкость в самом Windows Media Player и на единичку в микшере. И вот. И то громко очень. Если я поставлю побольше, то там вообще будет. О, кстати, вот морфлинг против фантомки. Нормально заедет, сделает иллюзию фантомки, потом ее не убьют. Вот так вот. Хороший контрапик, либо просто пик против хоть кого. Потому что морфлинг персонаж, который очень жесткий. Плюс у Call for Hell пока ни одного стана. Вот, стан появился. Да, если нету станов, то морфу легко скипаться очень на свой ультимейт, на репликейт. И там его не поймать просто никак. У меня с любого замеса он убегает, утекает и не парится. Четвертый пик у команды 5 гномов. У них резервного времени не осталось, пока они думали над морфлингом. И они берут бэтрайдера. Да, бэтрайдер не был в бане, ну значит они его забрали. Все отлично. Есть чем ловить, есть чем убивать. Пока пик 5 гномов, в общем-то, очень даже хорош. Надо сейчас брать команде Call for Hell еще одного саппорта, мидера, да? Ну или керри. Бэтрайдер тут скорее всего 5 гномов пойдет в харду, поэтому нужно еще брать какой-нибудь саппорт, который сможет выгонять, желательно, конечно, рейнджерика. Потому что у команды Call for Hell 5 милишников. И против милишников заезжает отлично в мид, вайпер, потому что вот, да, 5 гномов, есть 4 джинджофф персонажа, которые наваливают издалека. Да, кстати, клинс у Call for Hell. Это будет, скорее всего, керри клинс и еще нужен нам саппорт какой-то. Фантомка в миду. Вот так я пока почитаю пики. Последний бан от команд. Решающие. Нужно правильных персонажей банить. Банят веника. 5 гномов. Не хотят, чтобы давали замедление и в это время наваливал клинс с фантомкой, да. Уже и так раз-два замедление есть. Плюс еще будет оршит, то есть оттуда уже никто не уйдет. И так, даже без свеника. Ну и банятай, да. Call for Hell. Ну да, может посчитали, что бэтрайдер пойдет в мид, хотя так может быть. Ну а лично вижу бэтрайдера как у флейнера, который идет, постоит на лень, получает опыт. Если ему дадут, то он дальше будет гонять саппортов. Хорошо, он очень этим занимается. Плюс там такие саппорты, что они... Ну, точнее, один пока такой саппорт, который не сильно сможет гонять этого флейнера. Только если прям упор в санет, это бэтрайдер накидает масел, еще убьет. Оп, спектра у пьянгеномов. Это может быть будет какая-нибудь соло спектра в легкой, трипла в харду, что-то такое, трипла какая-то непонятная сейчас будет. Окей, ладно, будем смотреть уже по игре. Очень такие жадные пиквы у двух команд, по два мейнкерри, считайте, у каждой команды есть. Плюс еще саппорты такие, да. Смотрим уже в самую игру, потому что я сначала смотрю через окошко, где у меня сам стримчик идет, чтобы не забыть выключить сетку. Потому что я понял, что нужно так только делать, чтобы выключать сетку всегда вовремя. Так, вот, зашли уже мы в игру, открываем покрив стату. Думаю, музыку это вот именно этот трек можно вот так вот сделать. Опа. Это буквально на очень маленькое количество процентов уменьшаю, поэтому не будет больше разницы для вас. просто мне не будет так боязно, что накидает авторских прав на ютубе за эти треки. Конечно, с музыкой повеселее всегда, Музыка, более-менее, это бодро, еще у меня есть, Так что, все отлично. Так, поставили паузу, какие-то проблемы, либо пошли смотреть стрим, если там дилей, нет, морфлинг ливнул, скорее всего, дисконнектнуло, дропнуло, что-то такое случилось. Так, хотят заново запустить матч, ну окей, ладно, что-то не так пошло. Что-то не так случилось с морфлингом, говорят, компьютер полетел. Ну, конечно, причем мрмк спрашивают, ну, просто другого человека возьмут на морфлинга и все. Стендина хотят себе, да? Ну, стендина-то замена, как вы знаете. Ну, проблемный получилось. Да, сначала ждали, да, я тоже ждал. И стендин сейчас еще будет. Так, ладно, я поливаю. Есть лобби? Скорее всего, то, что мне нужно. Так, ладно, я перерывусь на небольшую паузу и вернусь. Какая сложная пауза Продолжение следует... Редактор субтитра вешеной Продолжение следует... 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 Ну это такое... Продолжение следует... Продолжение следует... Неса... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну-ка... Продолжение следует... 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 ну чё ждем сейчас пока мне кирилл перезвонит и steam он вылетел нет он в сети видимо либо что со скайпом либо что такое вот все чё случилось мне интернет сказал что сегодня должен вылететь именно сейчас но бывает что дропы до всех до этого из команд подробно тере тебя так что все отлично все поразменивались этими вылетами то но сейчас попикают героя потому что это пока лпик из того что ты второй подряд рмк первый раз то все еще более-менее было на пиках потом уже скорее вот один вылетел там рмк потом 2 рамка непонятно что может быть поставили кстати другой сервер да кстати ты должен посмотреть то пропал уж 5 час вылет будет неприятно я уж понял тебя ладно позвонит мне сам пока смотрим на начало игры 5 секунд осталось тут таймер такой красивый просто ждем крепость света так расходятся по линиям все думал по лайнапу ничего другого не будет морфлинг тоже самые закуп все тоже самый закуп курьеру пуджи новый кстати папа куку да мне продолжает говорить интернет что я сегодня не смогу нормально покомментировать давай этого 230 пинга у этого пачана который на фантомке но него видно что-то с интернетом но у него дилет должен быть такой нормальный около двух секунд так ну и начинается игра мне пятом подвисла дота но когда захочешь на обычно подвисает так чекает руна вейн оказывается на оказывается на топе тут и кен даже не стал трогать зачем она на поставил опять тот же самый вард батрайдер вообще тут не ставил вард либо уже за 2 родили есть коин нет походу и не дэвард или есть коин нет саппорт видимо уже поставили да вот тут должен быть где-то вард красный а вот стоит красный иначе один все-таки вард убили эреген продолжает лежать никто его не трогает может быть потом кто-то из мидеров возьмет при надобности но думаю митту должна выигрывать скорее фантомка чем морфлинг потому что ей будет полегче тут морфия никак не сможет убить а фантомка сможет нормально под напрячь но я так думаю да и вот тут у нас команды радиант неплохой ганг-отряд бэйн и трэнд я помню нам какая-то команда с семи уровня показывала на первой минуте трэнтом бэйном и еще медит он папа было но это подобные пики еще у игры есть постоянно какой-то толстый саппорт для попадая типа того же трэнта чтобы идти и харассить или кого-то убивать на ранних левов так у меня опять тропает ненавижу это дело ну ладно если будут какие-то проблемы то просто выйдешь и просто подзабьешь на это кент тут условно на фрифарме саппорт его гоняют но он фармит неплохо у него есть пять крипов хотел сказать 6 но он не добил спектрон обогнал кстати что очень неприятно но я думаю сейчас прогонит сделать отвод саппорт и там уже будет все нормально а тут вар точно тут же варте заблочил я забыл так что кент молодец девардить пока саппорта не спешат сэнтриков нету ни у кого то нет уверенности вич доктора не знаю чё он не хочет девардить и очень шокен тут напряжет у него есть стан на двоечку а в это время спектра просто фармит так наверху клинс имеет топ крипса твой на низу точнее поэтому все у него отлично можно сказать батрайдер тут просто получать какой-то опыт не сильно добивает саппорта не делать отводы потому что хотят пушить линию насколько я понимаю мид пока выигрывает мартра на skype пока пока все морф прикачивается даже не полностью вагил как это обычно делают смысле не полностью большинство большее количество гилы чем силы так тут уже вардец должны были заметить лишь доктор откинул банки сейчас это фб будет нет 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 кент не пойдет там уже виджи доктор отбивается только 107 из дома к там было кп 200 с чем-то поэтому там вот пришел еще ударчик в другое сделать кенту чтобы убить кого-нибудь спектра пытается с ним с кентом размениваться пхп но чё-то я не думаю что это лучшая идея так в миду и опять сотрю сюда фантом к 21 крип красит морфлинга морфлинг понимаешь от себя может уплыть поэтому он не парится полный почти ботал кирилл снова вернулся skype он не пока не позвонил так клинк сформирует опа последний раз то есть ворваться на стрим да клинк они он не кочнул плюсик он еще просто не кочал себе ничего кроме стрел на двоечку так дизрубтор кстати тут задевардил по моему да и сейчас по моему они все поставили сэнтрик который заблочил им спаун как тебе на топе ударов вот этим сэнтриком я когда ходил на харду я им блочил спау эти сами себе заблочили вот такие молодцы а skype сказал что ладно ладно все скорее мы прощаемся на сегодня потому что у всех проблемы с интернетом не знаю почему это что у команд что у нас чё очередной возвращаешься так кого-то вернули вернули кента чтобы он не напрягал спектру кент по крепстату очень хорошо идет но его обгоняют конечно основные керри персонажа но все равно морф на миду очень сильный по хп и по крепам просаживается ботал у него нету зарядов поэтому он просто ложится так чтобы марта его не задело никак все я же точно прощаемся с кирилл потому что он вылетел в очередной раз на низу я даже не старую тут просто клинс фармит ватрайдер получает экспу скоро пойдет в лес он уже мог пойти в лес а не хочет не хочет оставлять линию чтобы они спушили так там кент просел кента пытаются они пришли его же саппорт похилийте помочь залили фласку залили хп сейчас должен кент чуть-чуть на регент ману на стан и тогда должны вместе с саппортами они втроем влетать на кого-нибудь цеплять либо спектру либо кого-то из саппортов кент не хочет давать крепца только одного добилась двух которых он мог бы по идее ведь доктор не хочет ломать этот вард я по-моему помню что вроде бы раньше можно было топориком у мать вроде что-то такое было что-то я уже такого не помню но я не помню чтобы вообще кто-то так делал потому что в основном в основном саппорты ставят варды наверняка то есть если ставит вард человек то он должен понимать что этот вард либо про будет правильный либо неправильно что убирают вар только если заблочили сами все спал а в общем то в остальных случаях это не нужно фантом продолжает бить морфа на центре не думаю я точнее я сейчас не интересно что сейчас будет что он будет все максить вон там страйк или блюр но я обычно макшу блюр чтобы быть более живучим кент ультует сейчас летает на дизруктора минус дизруктор это фб седьмая минута фб но это конечно жестко кирилл снова вернулся игру сейчас наверно в skype тоже вернется так кент сейчас почти все на дагер накопил уже со всех этих мув так что у него все отлично можно сказать все но вы сами видите что кирилл написал влетели на спектру спектра минус тренд забрался фраг да молодцы что команда call for hell догадались пойти три плой в топ кент во первых фармит во вторых напрягается спектра а на низу батрайдер и так терпает где он до клинса будет сильно харасить спектру дропнула и морфинг ввиду погиб от фантомки кстати вот так вот показывается теперь когда ультимейтов где-то видел что такое добавили но сейчас сам еще в игре только первый раз проверил ну да фантомка тут с регенчиком макси фантом страйк меньше кулдауна хороший спелл можно очень так быстро убивать противников внезапно влетать как с блинка только еще дополнительной скорость атаки пишут go так посмотрим что успех 3 по фарму 35 крипов ну так скажем не так уж и плохо так что не будем за это и что-то говорить саппорт саппорт и гуляют туда-сюда бэйн пошел на базу насколько я понял да хочет наверное купить себе что-нибудь либо просто отреганить ману и прилететь круто стопы может закупить кинь смоки так иллюзии бэйна спалили вич доктора и фантомка пока не сильно много фарма имеет на восьмом минуте только вот 1000 почти голды на руках и стик с ботлом ну потешечка на силу стоит так что она не париться по поводу там просит по хп опа развел морфа на первый скилл и начал харассить правильное решение потому что сильно морф не сможет пробить это фантом который так есть фурман шилд и пассивка на 2 и начинает собирать себе что-то вообще из этой штучки можно яшу наверно конить а потом выходить что-то непонятно я не знаю что она все хочет собирать ну что-то явно хочет клин скоро арчит будет через тысячу с чем-то начинает харассить tower потому что батрайдер улетел чуть подальше так кент влетел кента глимс опа а это все равно будет минус спектра пытается лететь туда-сюда на ульте но бы не дожирает и так что там без вариантов потому что тут чистый урон у второго скилла бейна и тут никак не выжить даже если у тебя настолько хп может снова умер от фантомки уже за т2 фантомка не париться саппорты не умеют делать сейф тп поэтому морф умер просто так клинц рефармит все отлично у call for help по моему эта игра за ними потому что late game скорее все тоже за ним у них в общем-то три персонажа которые были те же очень жесткие я что-то ездить дизрукторы и бы вич доктор батрайдер не сильно такой лейтовый персонаж но может так под напрячь лассо дать наконец-то догадался уйти в лес пацан я думал он просто будет стать терпать на линии как какой-то лох и дизруктора поймали там наверху пока я смотрел на батрайдера опа кендал стан кент убивает вич доктора просто по товаром он еще выживет что-то у 5 гномов вообще ничего не идет после всяких рмк они непонятно как вообще играют вич доктор пришел гангать марту мартрай ему кинула дайгера на пол хп так по пингу наверное уже все нормально у всех не фантомки до сих пор до сих пор самый большой пинг и самое большое количество фрагов должны кто помочь морфлингу морфлинг часу летит фантомка прыгнет на него не париться вообще фантомка просто бьет и бьет и бьет опа глимс и отходит яша пришла теперь еще больше будет и дамаг атак спит просто соточка с руки нормально нормально опять корта фантомка дизруктора ловит и сейчас второго поймает а тут клинс уже на помощь пришел так что все отлично деньги получили оба и сейчас клинзу и уже придет и будет очень все круто у команды call for hell ни разу еще не умирали а по спектра ультует хочет наверно куда-нибудь улететь его просто для проверки а спектру сейчас ганга ноут мне без вариантов тут потому что нету дай даггера ну точнее маны сейчас клиент должен дать орчит начать бить кент летел дал второй скилл и спектра выживает они там клинс добил так бэйн бьет дал слип дал второй скилл бэтрайдер прилетел должен кого-нибудь цеплять лассо и полетел тренд это минус молодцы возвращается в игру команда 5 гномов на спектру меня сразу двух героев так страйк там вроде никого не было покелом так же все нормально так ульта у бэйна будет только через 40 секунд и тут еще ловят клинза нет точнее клинз ловит так клинз уже до бэйн добивает со второго скилла и фантом к уже прилетела куда-то там она за морфом гоняется тут у нас там а сейчас будет может сейчас будет без маны фантом к не париться опять под т2 идет саша яша есть сейчас спектру убьет что ты делаешь спектра расскажи мне друг лол застряла в деревьях спектра сейчас там должна выйти с топорика фантом к понимать что сейчас когда выйдет спектра можно и ловить спектра прогрызает все путь а фантом кипа фиг тут четыре персонажа рядом она не парится потому что тут клинз на сейве клинз до лорчит клинз наваливает фантом к скрипта убивает вич доктора курой курой просто в размен на куру сменяют спектру клинз еще одного убил от конвейер просто уже пошел фантом к скрипта почти убивает морфа и и хорчит туда и это ггшечка 5 миномов просто развалились я не понимаю как вообще так можно играть вроде бы пик даже неплохой да как бы не бывает плохого пика бывает плохое исполнение так что это все объяснимо может быть переволновались либо уже достала то что все это лагает и приходится постоянно переспускать все матчи подряд так что неприятно клинз просто ловит под т3 не париться тут на под сейве стоит кент может дать стану double edge а клинз уже не париться он готов под т4 бежать уже если сожрет кого-нибудь крепца толстого все вперед под т4 под тэшку на силу и погнали так что там тыркают вот сюда что тут хотят клинз еще кого-то поймал поймал морфлинга минус морфлинг клинз уже он стопа был стрик стоит под т3 его никак не могут убить по моему по моему как-то слишком круто и команда 5 гномов должны уже понимать что это не папчик когда нужно ждать пока вывозь вам с пушатрон немного другая игра клинз уже минус 2 оформлять просто без каких-то проблем фантомка бьет через бэкдор бэкдор тут еще есть и догадались написать гг команда 5 гномов клинз 3 полкил улетел на базу чтоб не умереть и и все первая игра одной четвертая за call for hell отменили еще фейк гг ух как неприятно до сих пор все таки они ждут сейчас уже будет сразу следующая игра насколько я понимаю есть тут победитель должен же быть так нет еще в игре а все уже ливнули но это он сам по себе упадет спектра еще сейчас умрет или внет отличный тактический вайбэк от спектры побежала убивать деревца щас убьет а тут клинз оба сейчас развела 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 и на иллюзию это уже какое-то издевательство он 100 клинза увезли клинза должно убить кучу голды срубили спектра сейчас будет купаться в деньгах конечно же полный бред нету в третьей пассивки у спектре что очень неприятно для нее а по фантомку то она сейчас не убьет потому что фантомку убьет ее а так ладно а г.г. нифига себе какие новости и спектра ливнула алфа выигрывают молодцы красавцы все дела было было и увидимся на следующих играх подписаны в вконтакте подписывайтесь на канал на твиче всем пока